29 ноября в Храме Рождества Христова состоялись мероприятия ко Дню Матери. Встреча была организована общественной организацией ветеранов Краснодарского края. В этот день в Зале Духовных Бесед из разных муниципалитетов Кубани собрались мамы, воспитавшие детей достойными гражданами нашей страны. В сегодняшний праздник мне хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас научил своих детей самому главному. Любить Бога, потому что это наивысшая заповедь. И любить своего ближнего, как самого себя. Вот если мы сможем выполнить эту сверхзадачу, то тогда не напрасно жили мы с вами, не напрасно рожали, воспитывали своих детей, и не напрасно подвели их к самому главному в жизни, к радости, которую несет человеку вера, надежда и любовь. И пусть Господь помогает вам впредь воспитывать и передавать все самые главные нравственные и духовные ценности, которыми и сильна наша с вами Святая Русь. В начале поздравления о каждой героине был показан небольшой ролик, в котором они кратко рассказали сами о себе, о своих семьях, о детях и о подвиге материнства. Бог определил так женщине быть. Быть матерью, женой, сестрой, дочерью, кроткой, смиренной, женственной. Главная роль – это мама. Самая главная роль – быть мамой и воспитательской детей. Во время праздничного мероприятия участницы получили подарки от организаторов, но самый главный подарок гостям вручил отец Александр. Мамы получили книги Нового Завета и псалтырь. Я вот стою рядом и думаю, я вот эту книгу прочту и буду приносить всегда на свои. У нас группа помощники, и мы обязательно будем всегда с нею. Это будет не мой подарок, а нашей группе помощники. Вы знаете, вот послушав, сколько талантов у наших замечательных мам, которые сегодня чествуются, они и танцуют, они и шьют, и поют, и готовят, что только не делают. Но самое главное, что нужно им еще успеть за собой привести своих детей к Богу в храм. Если мы этого не успеем сделать, и танцы, и пирожки, и вышивки, все оставим, а к Богу так и не придем. Вот почему мама должна не только воспитать, накормить, напоить, одеть, а приготовить душу своего чада к вечной жизни с Богом. Вот сверхзадача для всех матерей. Так что помоги Господи вам и читать, а самое главное следовать, и беречь жизнь. Примите, пожалуйста, цветы и еще грамотные. Воспитанники русской православной школы поздравили гостей исполнением песен, небольшим танцевальным выступлением и прочитали стихи. Наши мамы, наша радость, слова нет для нас роднее. Так примите благодарность вы от любящих детей. Хочется еще раз поблагодарить Бога за то, что Он подарил нам жизнь. И каждый из нас рождается действительно благодаря человеку, который вводит нас в свет этой жизни, воспитывает нас, наставляет на все хорошее. Вот действительно, когда мать молится, когда мама переживает, дети это чувствуют. И поэтому молитва матери не случайно говорят, что со дна моря достает. «Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе». И вот этими молитвами матерей сегодня и жива Святая Русь. Она хранит святую веру и передает эту веру своим детям и внукам. День матери прекрасно, но у нас в стране есть еще и день отца. Мы совсем об этом забыли. В следующем году надо праздновать День Отца. Пригласить сюда мужчин побольше, чтобы они берегли своих жен, свою семью, чтобы не бросали детей своих, как это бывает сейчас, а дорожили семьей, честью. Как важно поднимать, особенно вам, которые имеют такой авторитет в районах, совет ветеранов, воспитание с мальчиками, воспитание будущих защитников. Вот тебе и будет и патриотизм, и вера, и снова любовь.